Ну что ж, наша рубрика Old School по-прежнему радует вас встречами с очень известными людьми. Но на сегодняшний день они больше, скажем, уважаемые, чем известные, в некотором смысле, потому как не, когда они пиарятся и даже не знают этого слова, что такое пиариться, всегда к артистам приходили представители прессы и считали это за высшую честь, чтобы прийти. Правильно? Правильно. А сейчас все немножко поменялось, но я думаю, что в итоге все это вернется. Друзья мои, сегодня у нас, вернее, мы в гостях в замечательной Хинкальне на улице Снеглинная, да. Это в городе Москва, как вы понимаете. Друзья мои, у нас сегодня в гостях Нукзарк, ваш замечательный музыкант, певец. Насколько мы знаем, вы тоже барабанщик. Барабанщик. Из известнейшего во всем мире ансамбля под названием «Иверия». И в данном случае мы немножко поговорим. Я рад, когда такие слова слышу, очень рад. «Иверия» не просто «Иверия», а еще и известный на весь мир мюзикл «Аргонавты». «Аргонавты», «Свадьба Соек». «Свадьба Соек». Первый мюзикл вообще. Это наравне шло, знаете, когда «Свадьба Соек», это «Юнона и Авось» и, как его, сейчас скажу, и какой-то мюзикл был в России. Сейчас скажу, сейчас скажу. «Арфей и Эвридика». «Арфей и Эвридика». «Арфей и Эвридика». «Арфей и Эвридика», я говорю, какой год, знаете, это был 83-й год, 82-й год. Когда мюзикла вообще не было. Понятие мюзикл почему-то ассоциировался с американской какой-то школой, где Бродвей, что такое мюзикл, в общем, у нас никто не знал. Первое, что, например, мое поколение зацепило, это такое дерзкое слово «рок-опера». «Рок-опера», да. В принципе, мюзикл и рок-опера, мне кажется, они близнецы-братья, разницы никакой нет, что рок-опера это некий вызов, да, такой, что мюзикл. Так вот, много ходит о вас легенд. «Много». «Много, да. Но самая основная легенда, это всегда так, как человек попадает в эту среду. И говорят, что самая интересная история, это как вы попали в Иверию». «Я всегда говорю, что я был, наверное, талантливым человеком, потому что в Иверии все были таланты. Кто прошел, допустим, кто даже там был всего два месяца или там пять месяцев, они считали себя иверийцами. Это была большая школа, не то что школа, это был целый университет, целая академия. Потому что там вообще другая жизнь. Там вообще в начале нас было 13 человек. Я на барабанах вообще не играл. Я был гитаристом, и очень хорошим гитаристом. Меня даже приглашала Гиули Чухели и Борис Личков в джазовый квинтет. Это вообще страшные музыканты были. Я побоялся там играть, потому что там один аккорд, я не знаю, это вообще всего стоит. Ну да, ну потом родители меня в Москву не отпустили. Может быть хорошо, может быть плохо для меня. И потом так пошло-поехало, а потом сказали, что есть вариант сыграть на ударных. А я вообще не умею играть, палки не умею. Ну как, просто стучал. А там в арсамбле был сибиряк Борис Беляев. Я думал, сибиряк какой-то двухметровый. Пришел на концерт, он там метр шестьдесят два, такой белые волосы, и играет, я не знаю, играет просто великий музыкант. И он мне сказал, я за две недели тебя научу. А через две недели у нас поездка в Будапешт, первая поездка в Венгрию. Ну как талантливый человек, опять же я про себя. Я за две недели выучил всю эту программу. Ну там нечего было играть. В принципе, иверия, в чем был успех иверии? Фольклор. Они делали, вот сейчас у нас очень модно, допустим, этно-джаз, да, там, этно-рок-фольклор там. Мы играли вот фольклорные вещи, ну как попсу тогда. Ну тогда попса или рок. И первый, вот первая была ансамбль Венгрия, был первым в большом концертном зале, который выступали в официальном концерте и пели Deep Purple, Uriah Hip. Тогда вообще невозможно было, потому что тогда режим коммунистический, это можно было в андерграунд, где-то там в подвале, там, в каком-то клубе играть, там, я не знаю, там, подсыпников, на подсыпников, в заводе играть, там, в каких-то там клубах, но официально, на большом зале. И вообще там разломали все. Ну, потом все простили, это были мы первые. Потом была еще вторая программа, это отрывки из Jesus Christ, Superstar, это вообще тогда, ребята, тихо на всех. Ну, прошло, поехало, потом, что мы это делали от души, и хорошо. И мы были первыми. И, кстати, я этим горжусь. Пионеры были, и Верия был пионером. Ну, Гзара, знаете, в чем большая сила интернета по отношению к телевизору? Знаешь, ну, интернет вообще, я вообще не дружу с компьютером. Это для меня только игра в этот Pac-Man, это больше ничего. Нет, я просто сейчас, я прошу прощения. Но интернет вообще сейчас эра интернета. Я так понимаю. Просто вот то, что люди сейчас, например, оказались с нами на одном канале, включили, смотрят наше интервью. Да. И на какой-то определенной фразе они могут поставить на паузу, набрать ваше имя, и во втором окошечке посмотреть все, что было, все, что ему интересно, касаемо ансамбля. Ну, на сайте, да, там есть. Четвертого года. Есть, есть, есть. Посмотрел и вернулся в интервью, и он уже как бы в теме. Ну, вообще... Телевизор не дает такой возможности, там либо то монтирует то, что тебе уже, как говорится, надо смотреть, и больше ничего тебе смотреть не надо. То есть интернет это такая же взрывная сила революционная, как и в ваше время была когда-то музыкальная, вот такая музыкальная революция, которую вы осуществили. А в Грузии осуществить музыкальную революцию, мне кажется, было несколько проще, с одной стороны. Вообще да. Потому что там не так зажимали, во-первых. Во-вторых, как-то было, все-таки, мне кажется, чем меньше народу, тем больше как бы связь между людьми. Как-то понимали. Не, почему в России тоже были, я перебиваю, извиняю, в России были очень, у нас было очень много друзей, вот ансамбля. Просто ребята, я не знаю, Ариэль, там этот, как его, Комарокки, Козлов, как это, джаз, Арсенал, ну это вообще, конечно, там моду было еще, моду ансамбль. Ну это были еще вот с Туркменистана, там Гюнес, там были ребята, ну они, мы все дружили. Потом, когда нам предложили, вот допустим, вот 5-6 лет тому назад сделать какие-то концерты вот в России, в России же это самый большой базар такой, музыкальный рынок. Ну я имею в виду, я назову базар, потому что базар – это хорошее слово. Все, как один круг сделают, подошли, все, уже 300 концертов. В окружении там бру-брум, раз-два я пчелся, ничего. А это, в смысле, вот финансов, в смысле, и там предложили, вот допустим, легендарный ансамбль 20-го века. Первое отделение говорит «Ты вери», второе отделение говорит «Веселые ребята». Или там, вот эти, ну какой-то там ансамбль еще предложили. Но наши уже не согласились, потому что все были старые, уже летать невозможно, хорошие деньги предлагали, но… А вы с фирмачами с какими-нибудь там пели вообще? Приезжали какие-нибудь импортные звезды, которые с вами, ну, имели честь? Ну, тогда, тогда никто не приезжал. Не было, да? Не было, тогда мы сами, вот когда, мы очень много гастролили, очень много. Я вот два раза был, допустим, в Латинской Америке по 6, по 7 месяцев. Там мы встречались, конечно, с такими, ну, я говорю, это когда было? 800 лет тому назад. Ну, тогда вот популярны были кто? Ну, тогда была популярна Лолита Торрес в этом, в Аргентине. И она с удовольствием спела вместе с нами. В Мексико какой-то там, Марио был, такой известный певец там. Просто Марио. Ну, тогда не было Гонсалес, Марио Гонсалес, я помню. Потому что он, ну, тогда, я бы сейчас вспомнил, в Каракасе у нас были концерты. И рядом в зале там, в Хилтоне, пел Том Джонс. Ну, это какой год? Это 74-й год. Ну, это 30, сколько уже прошло? 39 лет прошло, 38. Тогда он был еще немножко Томиком Джонсом, наверное. Ну, тогда он был, не, уже мощный был, уже. Не, вот в нашей стране его практически никто не знал. Ну, не, в нашей стране где, вообще. Я имею в виду, у них, конечно, не музыканты. Музыканты-то знали всех и вся. Понятно, что и пел. Да, не, я сейчас вот рад, безумно рад, что вот я выхожу, вот я хожу сейчас по Москве и вижу в Юне, в Зизи Топ. Стинг, Дорс, без Джима Моррисона. Ну, это вообще как Air Swing and Fire. Какие-то, ну, это же 15-20 лет тому назад. Об этом же вообще никто не, я не знаю, подумать было. А в Тбилиси тоже сейчас, в принципе, приезжают. Часовые фестивали хорошие устраивают. Но не в таком количестве, допустим, что Москва. Ну, Москва же вообще великий мегаполис, так что здесь они позволяют себе все. А в Тбилиси как, ну, тоже приезжают. Ну, не так уж мы едем сюда вот посмотреть, таких звезд. Это, ну, конечно, ну, пришло время. Да. Пришло время. Так мы отклонились от темы, кстати, очень интересно разговаривать с вами, потому что вы как это, историк современной культуры. Я, да, я рокмен, я рокмен. Так как вы попали-то? Все это вот легенды. Попал, мне попал как. Так какая-то очень забавная история была. В смысле? Ну, рассказываешь, что это как-то очень уникальная история была с попаданием вами в этот ансамбль. В принципе, нет. Вот как раз мне дали вот эти палки, руки. Я сыграл этот концерт и сразу поехали в Будапешт. Первая моя поездка в 72-м году. Все. Продолжение следует.